Ка-ка-ка, твое имя, и что ты тут забыла? Я бы взял тебя силой, но это некрасиво. Ну чё, курочки мои нежные. Смотрим на недельку граскупчик. У меня глаза красные, наверное, да? Это от насморка. Я сморкаю, постоянно сплю по три часа. Мартель опять сиканул на жалюзи вообще. Люблю. Водолея. Любовь. Работа. Общий фон. Для тех, кто в паре. Поиски. Сори. Ой, Водолея. У вас на любовь смерт. Поражение. Карта топ. Пятерка кубков. Разочарование. Я кое-что вспомнила. Мне неприятно, но ладно. Не получается построить стабильность с каким-то человеком, который вам понравится на этой неделе. Ничего не получается. Не встретиться, не пересечься, не что-то заобщаться, не продолжить общаться с человеком. Здесь как-то не идет коннект у вас вообще с людьми. Кого вы ищете? Мальчика, девочку? Вот не идет коннект. В плане работы все круто. Какие-то даже ваши знания из прошлого помогут вам на этой неделе в плане финансов. Очень. Те, кто в паре с рыбарак-скорпион, будут какие-то тяжелые моменты. Будете переживать, как это... У кого муж тоже, любого знака зодиака. Тяжелые моменты похожи на то, что вы переживали в прошлом, и тут какие-то опять обманы. То есть человек снова на один и те же грабли наступает. А, вот. Слушайте, с кем-то переспать можете. Просто третья минута мне страшна. Да, тут прям кто-то будет с вами хотеть именно не Тима, а не каких-то суперсерьезных отношений. Еще здесь очень много движения в плане работы карьерного роста на этой неделе. Так что, если вы хотите за что-то взяться, это вот... Ну, я редко говорю, на какую неделю лучше заниматься рабочими моментами. То есть на эту неделю будет классно, если вы что-то начнете, либо какое-то движение. В плане финансов будет хорошо, будет круто. Те, кто в ссоре, тут шут, здесь вы уже обнулились, окончательно тут расход, либо здесь будет снова здоровый конфликт. Ну, здесь уход. Типа, я не вижу, что вы тут... Да, я взяла свои начальные карты, видите, уже такие покоцанные, с которых я начинала, самые первые мои карты. А, вот. Ну, и, собственно, здесь снова здорово. Счетовые расходитесь. Здесь жесткий конфликт. Безвозвратный такой. Весы, любовь, работа, общий фон. Те, кто в ссоре, в поиске. Ссори. Те, кто в поиске, есть свидания, но с людьми, которые будут не соответствовать либо вашим требованиям каким-то, да. Ну, тут вот идут финансовые требования, внешние. То есть полностью не соответствуют, но свидания есть, и вы себя даже ощутите счастливыми. И даже есть шанс на построение серьезных отношений, на знакомство с человеком для продолжительных отношений, которые будут постепенно развиваться. Конкретный персонаж не вышел, но у вас общим фоном есть Паш Пентакли. То есть, возможно, это будет Козерог Девотелец, но это какой-то Пажик или младший вас человек. Но с ним можно будет простроить отношения, расти не будет. Здесь именно отношения такие одноразка. Но тут человек сможет, так, это он вам даст финансы, или вы ему? Он вам. Здесь человек может вложиться. Видимо, там что-то с внешностью будет, с ростом, с возрастом. Что-то вас смутит. Может, не такой разумный. Конфликтность есть, резкий, как пуля, дерзкий. Влияние подруг. Ну, с таким вот персонажем познакомитесь. И на любовь что-то не хватает. Вот вам что-то будет не хватать, когда вы будете в поиске на этой неделе. Ссора с начальством есть, с высокопоставленными какими-то людьми. В особенности по вашей инициативе, по мужской именно. По женской нет. Женская женщина тут просто в режиме ожидания, молчания, потом как дадут. Но тут вы будете отстаивать просто свои интересы. На неделе придется побороться за место под солнышком. В плане этих, кто в паре, тут все стабильно, но... Как будто может быть момент ухода, но вы как будто не расходитесь. Но момент ухода есть. Из-за того, что нет денег, что-то вот... Знаете, как будто ваши отношения на чем-то держались, и что-то заканчивается. Любовь, деньги, еще что-то. То есть что-то приходит к концу на этой неделе. И кого-то сил больше нет, и вы просто такие, пока. О, те, кто в ссоре, возвращение из прошлого. Шесть дней, шесть недель, шесть месяцев. Сто процентов тут возвращения ждите. Мужчина сам придет. Если вы мужчина, то вы придете. Должны прийти к мадаму. На этой неделе хороший шанс. Безнецы. Те, кто в поиске, тут отношения тоже есть момент. Но тут еще у вас общим фоном возвращение из прошлого. То есть может какой-то человечка объявится. И вы такие, о, привет, не ждала. Рада тебя видеть. Но тут есть момент, что вы никого не выбираете по девятке кубков, да? То есть вы присматриваетесь, так наблюдаете, наблюдаете за людьми. И такие, ну, прикольно, конечно. Но не от всего сердца, как бы, я никого не выбираю, ни на ком акцент не делаю. Ну, как-то так у вас на отвалить, типа. Ну, так. Ну, есть, есть, нет и нет. Как-то на пофиг относитесь к человеку. Будете относиться к людям. На работу тут тройка мечей. Вот вы попадете в безвыходную ситуацию. То есть на работе, на учебе, что не от вас будут зависеть обстоятельства. Но тут придется приложить очень много усилий. Но тут нет, что вы это делаете. То есть как будто усилие там кого-то просить, куда-то вложить деньги, еще что-то сделать. То есть за счет чего-то, каких-то ресурсов, за счет кого-то, каких-то людей вы сможете помочь себе. Но сами нет. Здесь прям идет перенапряг на работе. Ну, тут прям реально из прошлого какая-то тайна. Либо тайно вскроется, либо бывший приходит, или бывшая. Ожидайте. Для тех, кто в паре, звезда. Ну, тут все круто. Здесь планы на будущее. Вы даже можете и навсегда остаться с этим человеком, с которым вы сейчас. Здесь, в принципе, хорошие отношения. Здесь уходит Паш Мечей. Он становится перевернутым. То есть уже ничего люди не выясняют. Уже все и так известно друг от друга. Уже все и так вкусно, стабильно, хорошо. И, ну, просто удобно друг с другом. Просто уютно. Либо ваша дистанция не помешает вам. То есть вы скоро увидитесь, там встретитесь, пересечетесь. Женщине просто нужно меньше напрягаться. Здесь прям женщина такая. Вот такая, блядь. Все, кто в ссоре, вы тут на тусовке встретитесь. У вас, блядь, снова здорово. Новые чувства, блядь, эмоции. Я тебя так... О, там же еще нельзя ругаться. Кренги, ладно. Ну, типа, привет, король. Меня просто раздражает. Ну, типа, вот тусовка, какая-то мероприятие, там, дни рождения. И вам этот человек... Привет, Андрей. Тут, 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 тут. Понимаете? Вот, типа, вы все как это, снова здорово. Козероги. Любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре. Поиски, ссори. Те, кто в ссоре, тут однозначно у козерогов уход. Здесь вы ни в чем разбираться не будете. Вам ничего не надо. Вам ничего не интересно. Вам не интересно послушать, что там, от человека. То есть вы прям пошла нахуй. Вот такое у вас отношение. Трэш. Для тех, кто в поиске, тут как будто вы себя в зависимость сажаете от какого-то человека. Но тут отношения, вот они как будто есть, как будто все для них готово. Но по повешенному кто-то тормозит процесс отношений. Кто-то что-то не хочет, что ли, или хочет. Здесь вот какие-то вопросы поднимаются для тех, кто в поиске. Как будто обоюдное есть желание быть вместе по двойке кубков. Люблю денежные поступления, знаете. Ну, короче, обоюдное желание быть друг с другом. Но что-то вы стопоритесь, короче. Милашки. Да, все будет хорошо, все будет как в прошлом, вы разрешите свой вопрос. А вот те, кто в ссоре, тут точно уход однозначно, да. Тут уход, все, тут вы оба уйдете в работу, в дела свои, не забьете друг на друга. Деньги, все круто. Девятка Пентаклии, рост, благосостояние, ощущение комфорта, блядь. Идиллии, с самими собой. Вообще, все охуенно. Дота. Вот. Общим фоном Роцер Пентаклии. Что-то вы боитесь сейчас. Какой-то выбор боитесь делать? Тут император, сила, двойка Пентаклии, девятка жезлов. Вообще, похоже на любовную тему, либо дружескую. И, да, вот тут движение, типа по Роцеру Жезлов, сделать какой-то выбор вы боитесь. Здесь это касается по императору либо любовной сферы, либо это касается рабочей сферы, сделать какое-то важное решение, принять в своей жизни. Ну вот, ваша карта, девятка мечей. То есть вы прям, блядь, сидите и думаете, прям, блядь, что сделать, как поступить, я не знаю, что делать. То есть вот напрягаетесь. Те, кто в паре, тут, блядь, влюбленные, зависимость друг от друга. Может, вы только начали встречаться по восьмерке мечей, да, типа привязанность друг к другу, вот это состояние такое. И тут прям, блядь, птички у вас летают, вы друг друга прям парите, да, не можете, нахуй, тупя. Я тебя люблю, сандарь, куплю, блядь, письмо, пососу, полежу, все дела. Ну, то есть прям, любовь до гроба, дураки, оба. Ну так, дева. Блядь, ну те, кто в паре, дьявы тут прямо работаем, давай будем заново начинать, давай как-то решать наши проблемы, наши вопросы, давай будем приходить к общему консенсусу, нам нужно научиться решать свои проблемы, нам надо совместно их решать, нам нужно приходить к чему-то, мы должны разбираться с проблемой, у нас не должно быть верховные жрицы каких-то тайн, мы должны все решать, у нас не должен быть кто-то умнее и мудрее, потому что кто умный, мудрый, правильно, я, потому что я кто, я ебучая дева, нахуй, мне похуй на твое мнение, но тем не менее мы должны решать вопросы совместно для тех, кто парит. Для тех, кто в поиске, здесь нет денег, у ваших мужиков или девочек. Большое количество выбора людей, конкретики нет и несоответствующей партии, сразу вам скажу, разочарую, в плане работы у вас луна и башня, очень хуёво как-то с деньгами, будьте осторожны на этой неделе, можете проебать все, что имеете. Ну дева, блядь, ну я что, виновата, у вас тут башня, блядь. Император, тут особенность у мужчин какой-то пиздец, так что мужики аккуратнее, а у девочек, если вы зависимы от мужчины, то у него какой-то трэш-контент. А у вас идеи, вот у вас как будто что-то, вот у девочек, если у вас все будет вот такой вот пиздец, прям рушится все, нахуй, начинаете что-то новое, это звонок. Общим фоном императрицы, но женщины на этой неделе самопередаты охуенно, но я это сказала по поиску, потому что тут по семерке кубков, да, большое количество выбора партнеров и партнерш. То есть, мужчины могут встретить свою идеальную женщину, либо влюбиться заново в жену, вот. А женщины будут вот такими вот на этой неделе такими. Я самопередатая, блядь, понятно вам, блядь, ее бы. То есть, ну вот, прям тут идет число, прям такое жесткое. Ой, те, кто в ссоре, человек вернет деньги, либо вернет вещь, но это будет как будто повод для встречи. Ну тут 50 на 50, тут да и нет, что он придет. Вот 10 дней, 10 недель, 10 месяцев придет. Готовы ждать? Вперед с песней Тельцы. Для тех, кто в ссоре, тут идет сообщение от человека, если вы на расстоянии. Тут идет какой-то привет, тоже звоночек. Ну, 9 дней, 9 недель, 9 месяцев, вот такой формат. Ой, у вас с общим фоном переживания. И по какой-то ситуации тоже вот похожи вы на какой-то знак, которому я тоже сказала, только у них там в работе, а у вас с общим фоном. А, блядь, эти, козероги. Вот, у козерогов тоже вот переживания насчет какой-то ситуации, то есть тоже какая-то безвыходность. Типа, я не могу повлиять на ситуацию, я не знаю, что делать. Но у вас прям какая-то жесть в плане рыцаря мечей, то есть это либо агрессия со стороны людей, либо неожиданные траты, либо это эти, ну вот какие-то обстоятельства, которых вы ждете и боитесь. Вы знаете, что это произойдет, потому что вы в чем-то там проебались, что-то не сделали. То есть вот тут ожидание плохих, каких-то тяжелых перемен времен. Так, я микро закрыла. Микро закрыла, не знаю. Для тех, кто парит, все круто, двойка кубков, но со стороны мужчины, водолевицы и близнецы, в особенности, если он у вас, разочарование в вас из-за двойки Пентакли, либо вы помешаны на деньгах, на финансах и какая-то стали черстая, прям окунаетесь в эту сферу, то есть не видите ничего, кроме денег, каких-то благ земных. Здесь просто идет, что мужчина грустит у вас. Ему грустно. Вот. А так вас очень любят. Взаимная любовь, чувство, двойка кубков. Для тех, кто в поиске, тут Пентакли и пятерка кубков. Я ищу, блядь, что мне выгодно. Колесо фортуны. Я ищу, блядь, только самое лучшее. Хуйню мне не надо. Ой, в работе у вас рыцарь жезлов, все, заебись. Ну, на любовь у вас поиск, хотя есть двое мужчин, трое. Один какой-то Пажик и два рыцаря. Рыцарь жезлов, рыцарь мечей. Есть вот три долбоеба. Ну, как бы, сами смотрите. Кстати, для тех, кто в ссоре, тут будто у вас ёбик какой-то с кем вы в ссоре, который вообще, блядь, он расти возможно будет, но не факт. Иди нахуй, блядь. Мне заебалка сам, блядь. Сука, ему пишешь-пишешь, блядь, пишешь-пишешь, пишешь-пишешь, и бесит, блядь. Ну, вот. Ну, вот. В плане работы у вас совместная работа с каким-то дядькой в одолевесе-близнеце, либо каким-то начальником. Большие денежные поступления вам больше понаблюдать надо над какой-то ситуацией, вам больше послушать. Какого-то мужчину, император, это либо мужа прислушаться к мужу, либо к парню к своему прислушаться, там, к папе прислушаться, либо к этому, к начальнику. Вот, короче, к какому-то дядьке надо вам прислушаться. Блядь. Рыба. Те, кто в поиске вам предлагают отношения, вы не соглашаетесь, либо туда отношения не доходят, но здесь просто вам говорят о том, что вас любят. Я оговорилась про отношения. Папажу кубков, то есть вам говорят, ты мне нравишься, я в тебя влюблен, там у меня есть те чувства. С вами на трезвую невозможность. Сапельку, херный, будь, блядь, не читайте, просто тракту карты, что происходит здесь? Начинается раз. А у меня где? А у меня где? Где мне, блядь, и вам высрать? Интересные, блядь, какие? А у тети Жени где? А? Ай? Не, ну, правда, нет. Типа, есть указания на то, что флирт, но прям отношений прямого я не вижу. Есть два ёбика у вас. Выдалевись и близнецы, и рыба-рак-скорпион. Но паш кубков неизвестно, какого знака, пажик. Ну, какая-то хуйня пажик. И король есть тоже, но король он выходит на отношения. То есть либо к вам занятой, блядь, придет, и в это... Чё она мне, блядь, пишет, тварины? Меня бесит прям, не могу, не люблю таких людей. Выключу звук. Чё, гена. Два, блядь. Короче, мне бесят люди, понимаете? Я очень злая. Я злая вообще сама по себе. Очень агрессивный человек, негативный. Фу, пошла я нахуй, короче. Вот. Тут просто нет предложения, еще раз говорю, об отношениях, либо вы выбор сами не делаете. Тут очень много выбора у вас на этой неделе. То есть свидание есть, встречи есть, выбор есть. Но вы не вступаете просто ни с кем в отношения, ясно? Те, кто в поиске. Как будто вот не то тоже у вас. Все не то, блядь, идет. Но вы не одни, блядь. Вам есть с кем общаться, там, поебаться, если хотите, при вашем большом желании. На работу или учебу какие-то обиды, рыцарь мечей. То есть у вас постоянно какая-то борьба, вы не можете отдыхать, вы не можете расслабиться, у вас постоянно вот за что-то, блядь, реально борьба. Вы что-то бежите, блядь, куда-то. Брать ответственность, блядь. Состояние, когда надо, именно надо, обязан что-то делать, хотя не хочу. Либо вы там выбрали профессию, и теперь всю жизнь жалеете, какую маму сказала или папа. Вас на неделю наказание ждет. Приятное наказание. Подарок какой-то, либо рыбрак-скорпион, какой-то рыцарь кубков придет к вам с очень приятными вестями. И овен-дестрелять мадам с очень приятными вестями. Ой, те, кто в ссоре, тут отшельники, тут точно нет отношений. Возможно, вы и начнете общаться. Есть на это указание. Но отношений нет. Блядь. Те, кто в паре, тут мужчина охладел. Конфликтность. Вы что-то будете делать, пытаться, вас обманывают, короче. Максимум вы тут вместе будете 7 месяцев, 7 недель, 7 лет. И 7 дней. Все равно расходитесь. Раки. Что вас так не любят, раки? Вас так обсирают, на самом деле. Вы бы знали, блядь. Я всегда считала, что раки нормальные челики. А вас так обсирают, что вы абьюзеры, блядь, ебнутые какие-то. Прям даже не знаю, что и сказать. Может, вы со мной притворяетесь, себя хорошо ведете? Признавайтесь. О, мой гаш. Любовь может и на этой неделе найти. Чего-то в поиске. Нихуя за вас тут берут ответственность. Здесь какой-то взрослый партнер может подогнать кого. Сами понимаете. Ну, а, конечно же, за направлением, там, какой партнер, где его искать, это уже на личном расходе. Ну, я вам немножко подскажу. Тут 50, не 50. Тут где-то в интернете кому-то из вас надо будет искать, а кому-то в жизни. Поэтому лучше и там, и там посидите. Ну, поезжайте куда-нибудь отдыхать, блядь, и сидите параллельно в телефончике в Тиндере. Четыре дня, четыре недели, четыре месяца в эту новую жизнь у вас начнется в плане любви. Отношения придут точно в этом году. Ну, у мужчин точно, по крайней мере. Здесь Овен Лев стреляет с девочками. У женщин отшельник, блядь. Вы че? Вас могут обмануть, кстати, ваши будущие молодые люди, так что очень аккуратно. А еще вы можете быть слишком строги с ними, они вас будут просто обманывать, отстраняться и уходить от вас. В плане работы очень много вариантов на поиск работы, на поиск удачного места. То есть, а вы правильный выбор сделаете? На это удачное место. Ну, хорошее предложение примите. Вот это хорошее предложение, они уже начнут поступать, если еще не поступают, либо будет из чего выбрать. Общим фоном переписок очень много, но тут идет агрессия любовная, то есть у вас кто-то ревновать будет, типа, иди сюда, будь со мной, я тебя люблю, иди ко мне. Для тех, кто в паре, все ваши мелкие какие-то бытовые разногласия разрешатся, вот что-то какие-то мелкие ссоры идут, и все. Ну, все нормально, и вы будете наблюдать друг за другом, кто кого наебывает. Почему-то здесь идет подозрение. Кто привязан к козерогу делать или от женщины, очень сильно, это были кармические отношения, отработка, все, типа, они закончились. Вернетесь к этому человеку, будь пиздец. Если вы хотите. Не надо. У вас просто была отработка, вам надо было научиться, извлечь уроки из этих отношений, и забыть. Пока-пока. А девочкам нужно было этим, ну, это я мужчинам сказала, девочкам нужно извлечь урок такой, что по тройке Пентакли вам нужно начать работать, чем-то заниматься, чем-то увлечь себя. Но тут идет больше про финансы. То есть вам нужно забить, как-то, бля, на любовь, и побольше в работу. Потому что вы как будто хотите вот такого от себе дядьку, пиздатого охуенного, вот с таким хуём, блядь, и шире в длину, блядь, и с вот таким багажом бабок, а сами ничего особо не даете, не представляете себя. Скорпионы. Есть знакомства, трое мужчин, козерог, деватель, ацерый враг, скорпион, водолевец и близнецы. Но водные и воздушные, не факт, что этих знаков зодиаков будут. То есть здесь идет любовь, любовь, морковь, не могу, прям пиздец, люблю тебя. Но тут может быть у кого-то жена, либо бывшая девушка, но не совсем законченные отношения. Так что осторожней. В плане любви у вас тоже идут какие-то иллюзии, потому что здесь могут быть люди заняты, либо бишками даже могут быть, либо с кем-то, короче, там жена, еще что-то с вами параллельно флиртовать. То есть здесь идет неискренность, неискренность, обман в этом плане. Хотя чувства будут прям бурлить. Те, кто в ссоре женщины, козерог, дева, теряется окончательную точку, с остальными знаками, зодиаками, можно помириться, но тут условие жесткое, типа здесь прям надо разгибать все старое, здесь нужно прям посраться окончательно, все обсудить, это сложно, все простить, отпустить и начать заново. То есть если вы на это согласны, получится. Мужчина в работе, вот еще не время, у вас не на этой неделе точно примирение, долго ждать надо будет. Женщина, вот для женщины здесь долгое ожидание, а мужчина как будто там чем-то увлечен, ну в плане заработка, то есть тут что-то дела какие-то делают. В плане работы хороший коннект будет в козерог-делателец-мужчина, который вам даст займы, даст денег, что-то какие-то советы даст, познакомит с людьми, которые вам помогут по финансам, то есть обращайте внимание. Карта справедливости. В течение месяца новая жизнь тоже вам дает новую жизнь, что вы наконец-то почему-то становитесь главной или главным мужчиной в своей жизни. То есть, ну, вот мужчина начинает управлять своей жизнью, ни от кого не зависит, не надо никого слушать, решение принимайте только вы сами. Здесь как будто просто давление на вас оказывали, на этой неделе вы такие, блядь, я чувствую, что скоро начнется у меня новая жизнь, она реально начнется, надо будет подождать. Ну, 4 недели, 4 дня, 4 месяца, либо год, неделя, один день, месяц. Для тех, кто в паре, тут очень хороший какой-то кекс эмоциональный. Ну, а как будто вас не удовлетворит такая позиция мужчины, что он будет делать с вами, как-то ухаживать за вами странно, то есть у вас идет, типа, блядь, ты никогда так не делала, мне так и не нравится, а если не нравилось, то я уже знаю, что ты другой человек, я привыкла к другому. Здесь просто как будто странно, как-то себя мужчина может вести. Вот. Огно. На любовь у вас вышла просто да. Ой, 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 ой. На этой неделе можете познакомиться с женщиной-водолеевей-соблизницей, либо с бывшей, сойтисью, либо император какой-то, дядька занятой. Но тут, кстати, вот для тех, кто в ссоре вышел император, то есть мужчина реально может быть занятой, в которой вы влюбились, который вам понравился. Ирафан, еще какой-то супервзрослый, либо как учитель умный, да, вот там это, ну, суперумный дядька. По двойке жертвов у вас что-то может получиться, но если вы готовы там на отношения, где он еще будет в отношениях, или отношения на расстояние, здесь проходят и еще эти, господи. Одиночество. Блядь, как будто вот тот, с кем вы в ссоре, с ним не надо вам быть вместе. Для тех, кто в паре, тут еще очень долгое время все будет хорошо, в особенности, если вы в паре с Овен Лев-Стрелец, мужчиной, а если нет, то здесь мужчина рулит в отношениях, свои харизмы, на нем держатся эти отношения. И если здесь вы встречаетесь с Козерога-Девателем, это тоже очень хороший, долгий союз. Не факт, что навсегда, но хороший, долгий, длительный союз. Для тех, кто в поиске, у вас через, да, у вас через 4 дня может быть новое знакомство. 4 недели, 4 дня, 4 месяца. Но тут новые отношения 100% начнутся. Максимум 4 года, то есть вы не остаетесь с этим человеком, с которым вы сейчас познакомитесь и начнете там долгие какие-то отношения. То есть вы не остаетесь навсегда. Но у вас, если все-таки вы никого не находите, то приходит хороший персонаж, желанный наконец-то в вашу жизнь. Водолевесы, близнецы, овен, лев, стрелять, женщина на работу вышли. И овен, лев, стрелять, мужчина, пара. Возможно, не этих знаков. Дяка. Аккуратнее. У вас как будто вам могут дать плохие советы. Вы денег, каши не сварите, денег с этими людьми не заработаете. Обращайте на них внимание. Не ведитесь, короче, на какие предложения в плане работы на этой неделе. Луна вот связана с дачей денег. То есть никому не давайте толк, сами не берите. У вас как-то очень плохо на этой неделе с деньгами. Львы. Ну, или советы, там не нужно прислушиваться на этой неделе. Львы. Любовь у вас падает сила, маг и иерофант. Вот кто-то из вас хочет кого-то чему-то научить, кто-то из вас хочет манипулировать, отомстить за какую-то ситуацию с каким-то человеком, так же поступить больно, как поступили с вами. А кто-то из вас хочет просто дружить в какой-то близости, чтобы, извиняюсь за то, что сопли, блядь, лами, сейчас там, не прижимаю. Не кому раздражает. Сейчас я возьму свою шарточку, блядь. Не знаю, хорошо. Памыраю. Кто-то из вас просто хочет дружить либо каких-то отношений с взаимопомощью, взаимопониманием, близкие отношения. Ну вот кто что будет искать. Здесь просто показаны события. То есть как вы захотите на этой неделе, такие отношения его найдете. Взаимоотношения с человеком, с таким, который что ищешь, блядь, то найдешь на этой неделе. В плане работы мир. Очень хорошая карта на работу. У мужчин в особенности очень как-то удачно будет с финансовой, с перспективой. У женщин тоже. У женщин, причем, вы можете даже что-то совместно открыть либо задуматься, что-то уже простраивать насчет будущего совместного какого-то бизнеса с какими-то людьми, категорией людей, да. Совместно. Общим фоном колесо фортуны и удача. Наконец-то тус мечей ваш, блядь, заканчивается. Но будьте осторожны, какой-то маг может прийти и нарушить вашу стабильность, идиллию, какой-то комфорт, да. Типа придет такой «Заплати мне, верни мне, отдай мне еще что-то». То есть вот аккуратнее в этом плане с мужиками. у вас просто начинается супер все удачно и человек этим начинает пользоваться. помнишь, ты не должна была. Для тех, кто в паре, отшельник, десятка мечей, король жезлов. Ну, мужчины тут остаются в отношениях с женщиной, а вот женщина не факт. Здесь какие-то ссоры из-за расстояния, либо подозрений друг друга, либо почему-то одиночество вдвоем проходит. И тут расставание месяц, неделя, день, год. Не навсегда тут отношения. Здесь просто показано, что что ты паришься, типа знаете, такого формата. Успокойся. Те, кто в ссоре, тут не будет примирения. Стрельцы. Так, те, кто в поиске, стрельцы. Есть знакомство. Козерог, деватель, лес, женщина. Рыбрак, скорпион, женщина. Овен, лев, стрелец, мужчина. Еще какой-то мужчина, неизвестно, какого знака, зодиака, маг. И овен, лев, стрелец, женщина. Вот есть знакомство. У вас, при чем здесь выбор? У мужчин в особенности. У женщин тоже есть выбор, но и для мужчин, и для женщин он какой-то почему-то очень тяжелый. Ну, потому что некогда заниматься вот этими всякими лязьками, масяськами, любовными делами. Как-то не хочется особо напрягаться, да, ругаться. Вам хочется каких-то простых, легких, ненапряженных отношений. В плане работы вы поймете, что люди, у которых вы просили помощи, какой-то вот давай что-то там, помоги мне, совместно договаривались о чем-то, вы поймете, что только от вас зависит решение каких-то проблем, вопросов. То есть только вы манипулируете, маневрируете какой-то ситуацией, и только вы способны ее решить, разрешить. Общим фоном еще королева к улыбкам. Вот прислушайтесь к рыбаркам, скорпионам женщины, это либо мать, либо жена, вот хороший совет даст женщина какая-то, очень хорошая, которая лучше вас видит ситуацию. У вас есть, вот возлюбленные, вы можете вступить на эту неделю в отношения, серьезно, вот у вас могут получиться отношения, вы можете в кого-то влюбиться, с кем-то что-то построить. Просто правильно ли вы сделаете выбор, в этом прикол. Да, правильно сделаете выбор. Вы будете искать какой-то подвох в отношениях, у меня очень многих, кстати, знаков подвох, будете думать, что вы как-то недостойны счастья, стабильности, не такая красивая, не такая умная, или вы такой некрасивый, такой неумный для человека. То есть вот почему тут идет, что ваш человек какой-то доминант больше для вас, то есть вы для него, а для вас, этот человек все видит, но я не вижу, чтобы он для вас это делал в ответ. Тут нет отдачи в отношениях. Те, кто в ссоре, прислушайтесь к мнению своих близких и друзей, как будто вам говорят, как надо поступить, либо не встречаться, либо написать, позвонить, вот прислушайтесь к совету. Но лучше вам карта завершения вышла, конец, типа все, блядь, хорош. Так, в особенности с Овным Львом Стрельцом, дядькой, либо с каким-то огненным, какой-то яркий, ебарь, террорист, блядь. Вот так, люблю целую вас, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok